Ужесточив денежную политику, впервые почти за 10 лет Федеральная резервная система США послала рынкам важный сигнал. Американская экономика восстановилась, но резко поднимать ставки по кредитам рано, поэтому пока на четверть процента. В последний раз процент, под который банки занимают УЦБ деньги, ФРС поднимала в середине 2006-го. Кризис 2008-го заставил ее опустить базовую ставку до нуля. По словам главы ФРС Джанет Йеллен, теперь положен конец беспрецедентной ситуации, когда 7 лет подряд мы удерживали учетную ставку около нулевой отметки с целью поддержать восстановление экономики после самого тяжелого кризиса со времен Великой Депрессии. Нулевые ставки по кредитам 7 лет назад воспринимались Центробанком как нетрадиционная, но временная мера. Однако процесс затянулся. Более того, ФРС пришлось включить печатный станок, то есть заняться прямым выкупом казначейских ипотечных облигаций, на что в итоге было потрачено порядка 3 триллионов долларов. После краха системного банка Лимон Бразер в сентябре 2008-го кризис начал стремительно расползаться по миру. ФРС должна была остановить эпидемию. К чему это привело? Сегодня ключевые для ФРС показатели экономики США лучше, чем у остальных. Безработица 5%, рост ВВП более 2%, инфляция пока, правда, ниже целевого показателя. Но повышение ставок по доллару отразится не только на Америке.